Хоть и под прошлым видео был всплеск дизлайков из-за негодования по поводу отсутствия НЛС, лайков все равно было предостаточно и я готов продолжать проходить. Касательно НЛС, я просто продублирую то, что сказал в последнем посте в сообществе. НЛС будет, просто я взял от него перерыв. Вообще, я не хотел никак комментировать отсутствие НЛС, чтобы это осталось сюрпризом, но вышло как вышло. Предлагаю зарядить на этот видос побольше лайков на зло хейтерам, ну и тем, кто не смотрел первую серию, посмотреть ее. Плейлист будет в описании, ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Короче, я пофиксил все это дело, вот это вот трабл с фпс, да? Да и графен теперь не такой вот прям, ну, засветленный, так сказать. Поэтому продолжаем. Значит, сейчас у нас есть куча заданий, не все из них отмечены, но пройдемся по порядку. Значит, сейчас мы пойдем убивать псевдогиганта, затем мы пойдем на задание номер один на блокпост, искать КПК. Далее, найти инструменты для грубой работы, это на АТП. Разобыть спецаптечку, но это не сейчас, револьвер тоже не сейчас, найти ПДА, это на элеваторе, как я понял. Обнаружить артефакт Медузы, это вот здесь вот, и найти именно винторез, это хрен его знает где, но явно не здесь. И начнем, наверное, с псевдогиганта, пойдем. На псевдогиганта нам дали вот такую вот елдень, и сейчас мы ее опробуем. К слову, давайте пропишем Каминерт 0, чтобы у нас не шатала камера, а то это неприятно. Так, вон он, вижу его. На нахер. И ему не хватило, прикинь. Охереть, я еще и радиации нахватал, нехило так. Ладно, давай берем калаш, и сейчас попробуем добить его. А, с ним еще и плоть гуляет, смотри. Ля, вы что там делаете? Совокупление Джокера. Так вот, мне подсказали то, что в этом моде очень много тайников, и попросили также не выбрасывать снайперскую винтовку. Но, чуваки, я на самом деле и не собирался, даже и не думал. Так, блин, псевдогигант не желает дохнуть. А у меня еще и оружие клинит как конченное. О-хо-хо, как он подскочил. Что ж, я его победил. Возвращаемся назад. Интерфейс забыл включить, кстати. Да, хотя, я думаю, вы и не заметили его отсутствие. Так, подожди, а кто это у меня задание на псевдогиганта давал? По-моему, главный. Я убил гиганта. Молодчик, вот это я понимаю, работает. Держи награду, спасибо. 8000 и РПГ он у нас забрал. Понял, 8000 мне очень даже пригодятся. Мне подсказали то, что в этом моде огромное количество тайников. Также подсказали, опять же, про снайперку. Вот. Ну и сейчас я воспользуюсь некоторыми советами. Еще я забыл поговорить вот с этим сталкером, который тут по лите поклоняется. Давай поговорим сейчас. Щенок. Ой, шлеп... Щепок. Здорово, повар что ли? Можно и так сказать. Что-то желаешь прикупить из еды? Не помешало бы. Из чего твоя еда делается-то? Значит так, помоги мне разобыть ржаной хлеб. Он очень редкий в зоне. Я тебе и расскажу, из чего делаю консервы. Да и самих этих консерв подкину. Банок так 10 по рукам. Хорошо, я согласен. Все, удачи. Смотри, не съешь его, пока будешь до меня нести. Кек. Я еще и хлеб для него должен искать. Но делать этого пока что не хочу. У него, кстати, деньги ограничены. Так, ну что. Все, на базе меня пока что больше ничего не держит. Идем дальше по квестам. Один из тайников, который мне подсказали, это вот где-то здесь, на железных путях, на одной из платформ. Сейчас посмотрим. Также писали то, что инструменты на самом деле не на АТП, а на военном блокпосте. Ну, в принципе, мы туда отправляемся. Ну и также с тайником поделились на самом военном блокпосте. Так, вот смотрите, нашел какой-то рюкзак. Так, просто обошел вот это вот все дело и находим здесь, еб твою медь, винторез, серьезно. Винторез, прицел ПСОшный к нему, ПСС-2Х даже и патроны Д-39 в количестве 180. Охренеть. Пацаны, ну, нашел винторез на кордоне, что могу сказать. Больше ничего не могу сказать. Ну, прицел, конечно, такой себе, но ладно, что. Так, КПК. КПК мне не подсказали, где искать, наверное, потому что я правильно рассуждал, что он на элеваторе. Поэтому давай мы сейчас обыщем элеватор и попробуем найти этот КПК. Ну, и также, да, кто знает тайники, буду благодарен вашим подсказкам. Так, ну, у меня для вас плохие новости, чуваки. Чё-то как-то КПК я не нахожу. Ну, он сказал на заброшенных постройках. Боже, ну, на самом деле, тут что он на мою воду хер его знает. Может быть, вообще здесь? А, слушай, может быть, реально тут? Я додик. Нахер я на элеваторе искал? Ладно, тогда уж потом туда вернемся. Давай пока что сгоняем в аномалию. Также мне говорили то, что, еб твою медь. Нет, мне не говорили то, что мою медь это самое трогали. Мне говорили то, что тут тоже где-то есть тайник на этой аномалии. Сейчас мы это проверим, но сначала всё-таки нужно разобраться с собаками. Всё, собаки убиты. В самой аномалии сказали есть тайник. Сейчас мы всё это будем проверять. Так, достаем детектор и болт и погнали. Понимаю, тут напихали аномалии, что, ну, сюда хер зайдёшь. А вот, кстати, я вижу тайник, рюкзачок. Да, и искать не пришлось. Вот тут, кажется, можно пройти. А, хер там плавал. Артефакт уже фиксирую потихонечку. Вот тут можно пройти, кажется. Или нельзя. Может, у меня галюную несори. Вот тут можно зайти. Да чё тут везде аномалии? Но артефакт, я полагаю, где-то тут. Потому что пилика где-то здесь. Или нет. Ой-ой-ой. А, вон артефакт. И готово. Так, мне тут плохо. Давайте свалим отсюда. И надо попробовать забрать вон тот тайник. Я думаю, это обязательно надо сделать. Только как бы к нему подойти-то так? Можно и просто перепрыгнуть. Оп, бляха. Оп, живу, между прочим. Чё тут? Нет. Аномалия, ты не победишь меня. Есть. Там до хера всего. Я не знаю, чего именно. Но всего. Окей, что мы нашли? Мы нашли L85 и патроны к ним. Мы также нашли себе ХПСС-1М. Очень здорово. Давай повешаем. Калаш, наверное, мы сдадим нахер. Там на... Ну, распродадим. Окей, медуза у нас есть. Зашибись. Следующая наша точка это военный блокпост. Мне говорили, там много мутантов. И там есть также тайник, есть инструменты и есть тот КПК по заданию главного. То есть сейчас мы убьём трёх зайцев одним выстрелом. Погнали. Но мутантов, думаю, буду использовать пистолет. Потому что ничего другое я пока что как-то и не хочу использовать. Ой, там всё серьёзно. Там прям Бюрер гуляет. Но тут полочки. В полочке-то мне не очень страшны. Но вот Бюрер это, конечно, совсем другое дело. Давай попробуем ему гранату туда закинуть, чтобы Бюрер наш не скучал. Ну-ка. На. По-моему, я его даже грохнул. Я могу, конечно, ошибаться. Да, я его грохнул нахер. Так. Теперь ваша очередь. Ой-ой-ой, я устал. Меня сейчас загрызут. Ясно. Готово. Со всеми полотями я расправился. А нет, не со всеми. Ну, теперь это, надеюсь, точно со всеми. Итак, я зашёл внутрь. Пока что... А, вот, вижу КПК. Отлично. И инструменты мне сказали на втором этаже. Вот в этой коморке. Как я понял, либо напротив в коморке. Так. Ну, тут пока что я ничего не фиксирую. Значит, наверное, на... Значит, наверное, в соседнем здании. Вот он, Бюрер мёртвый. Да, Бюрер. Вот толстый мелкий извращенец. Развлекался тут. С целой оравой плотей. Страшно представить, что он с ними тут делал, пока меня не было. Так, и... Ну, не знаю. Что-то инструментов тут как бы это... Ну, нема. Может быть, я действительно не там ищу. Ну, что-то как-то тут тоже пустовато. Вообще ничего не нашёл. Так. Ну, и мне тут рассказали один тайничок. Сейчас я вам покажу. Если, конечно, я правильно понял, где этот тайник. Где-то здесь, наверное. Писали то, что вот где громкоговоритель. Но, опять же, где громкоговоритель, тут нихрена нет. Кажется, меня обманули во второй раз. Либо я слепой. А, нет. Вот. Всё верно. Вот он, тайник. Меня не обманули. И в нём у нас новенький бронекостюм Берил. То есть, и покупать нам костюмчик не нужно. Этот, я думаю, мы сюда складём. Спасибо вам, чуваки, ещё раз за подсказочки. Так. Ну, а где инструменты теперь взять? Возможно, инструменты спавнятся рандомно. То есть, может, на блокпосту заспавнятся. Может, и нет. А, я нашёл инструменты для громкоговороты. Вот они. То есть, они в этой коморке, но за тумбочкой. Умного, умного ничего не скажешь. Окей. Итого, мы сейчас несём домой, так сказать, три выполненных квеста. Четвёртый, касательно ещё одного КПК. Лили Псевдогиганта. Потом мы это проверим. Так, давай всё-таки перед тем, как зайти на базу, сразу зайдём в эти постройки. И посмотрим, здесь ли ПДА. Ой-ой-ой, тут фонит. Да, ПДА на месте. Зашибись, он просто на полу валяется. И, в принципе, всё. Ну, действительно, зачем его прятать? Научную давайте её зайдём, чтобы у нас и здоровье нормально восстановилось. И радиация ушла прочь. Хотя, по-моему, в моём случае, научная только радиацию выводит. А, вот, всё-всё. Пошло здоровье. Так, давай в первую очередь зайдём к торговцу. Сдадим ему задание. Короче, вот, ПДА. Спасибо, держи награду, давай. А, 4 тысячи он мне дал. Работа есть, только какая-нибудь интересная и высокооплачиваемая? Да, есть, но не каждому на подсилу. Готов? Готов, только подожди. Давай сначала сдадим всё остальное. Хорошая и плохая новость. С какой начать? С хорошей. Нашёл инструменты. Вах, молодец, а плохая? Не на АТП они были, а на блокпосте военных. Из-за тебя чуть чешуёю радиации не покрылся, пока искал их. Я же не сказал, что они именно на АТП будут. Не мои проблемы. Короче, так, давай свои 30 рублей. На. Хорошо подумал. Вот это троллинг. Да. Ну, раз подумал, давай то, что обещал. Вот это тролль, боже. Да уж. Ладно, так, я думаю, это будут мои два основных оружия на данный момент. Калаш мы сейчас продадим к херам. А он его и не покупает. Да и правильно. Чё его покупать? Говнище полное. Давай мы сдадим тебе глушитель. А, стой, оглушитель. Ай, мне не нужен глушитель. Короче, вот и патроны держи. Пистолетик держи. Вот эти патроны держи. 1500 рублей вышло. И закупаем, значит, патроны 556. Итого у нас выходит 8480 патронов. А, ну, пойдет, в принципе, окей. Так, дальше. Ты меня убить, что ли, вздумал? Там же огромнейшая аномалия. Нет, сталкер, я тебе всего лишь дал задание, на которое ты согласился. Ладно, держи свой арт. Давай мне то, что я заработал. 13 тысяч. Дальше. Нашел этот КПК. Давай его сюда скорее. На, забирай. Про награду не забудь. 2000. Так, чё, новая работа появилась. Работы не появилось. Понял. Мне, кстати, писали то, что медикаменты перед медиками есть. Ну, чуваки, это же текстурные медикаменты. Вы чё, можно медицинскую помощь. А, я 500 рублей заплатил. За что? Я случайно, я не хотел. Ладно. Бинтиков, кстати, давайте закупим, потому что у меня мало. 1000 рублей мы на это дело спустили. У нас сейчас 60 тысяч рублей. Это довольно много. Я вот думаю, либо их спустить на апгрейд винтореза какой-нибудь, либо купить себе новый бронекостюм. А бронекостюмы тут жесткие. Смотрите, тут есть ЧН-3А за 32 тысячи. Есть вот такой костюмчик немецкий за 45. И есть бронежилет диггера за 19. Чё думаете, пацаны? Я вот хочу немецкий, наверное. Смотрите, он просто по всем характеристикам топчик. Именно по аномальным. А, в принципе, по боевым он такой же. Ну-ка, мой берег будет стоить 5000. Ну, давай, наверное, купим. Чё, хорошая защита от аномалий мне не помешает. Бац, бац. По апгрейдиться я ещё успею, чуваки. Апгрейдиться в начале игры как-то слишком. Так, дальше. Нам нужно что-то на голову купить. Есть, конечно, шлем сфера, но у него радиозащита никакая. А есть противогаз. У него радиозащита тоже никакая. А есть вот такой. Вот у него, ну, радиозащита получше, кстати. Да. Но он, нет, он подороже. Окей. Ну, шлем сфера больше для таких боевых прикольчиков. Да, в принципе, вы видели где-нибудь, чтобы я участвовал в перестрелке в этом моде. По крайней мере, за эти две серии. Я пока что нет. Поэтому давай купим гражданский противогаз. Мне сейчас радиозащита больше нужна, ибо я в радиацию довольно часто влетаю. Ну и, кстати, у нас тут есть контейнер на немецком бронежилете. Это очень удобно. Давай, я думаю, мы прокачаем чё-нибудь всё-таки. Броньку качать нельзя, а вот стволы можно. Здесь система автозахвата цели, оптический прицел пятикратный. Ну, я не знаю. Давай сразу, наверное, систему автозахвата цели вкачаем, чтобы потом к этому не возвращаться. И пятикратный оптический прицел. Ну и дальше тут чё? Надёжность пусть будет, отдача минус 20 и точность плюс 30. Вот эту ветку вкачаем. Ну и давай пневмоприклад. Оп, 18 рублей у меня всего лишь остаётся. Вот это кек. Заряжаем винторезич, и, к слову, уже темнеет. Поэтому давай сходим поспим. А, спать я буду, судя по всему, вот с этим молодым человеком. Ну чё, давай. Доброе утро. И с этим худом я никогда не узнаю. Проголодался я, не проголодался. Поэтому мы берём и делаем вот так. И на всякий случай вот так. И вот так. Всё. Так, а у нас есть личный ящик на базе? Вроде нету. Блин, то, что нету, это плохо. А куда мне всё складывать? Чё-то какое-то всё какое-то, ну, странное, да? Сине-зелёное, непонятное. Не знаю, короче, куда мне всё барахло своё складывать. Но давай вот это выкинем сюда. Пусть лежит. Сомневаюсь, что кто-то подберёт. Ну и давай теперь спросим задание у торговца. Вот и хорошо. Бери документы с заданием и отправляйся. Удачи, сталкер. Задание номер два. Берём. Смотрим. Необходимо убить монстра-контролёра в пещере на кордоне. Координаты места прилагаются. После выполнения задания возвращайся из-за награды. Да охереть. Убить контролёра на кордоне? Ёпта, а чё так далеко-то? О, боже. Ну ладно, побежали. Ёпта, вы медь. Там кто-то есть внизу. То ли наёмники, то ли я хз кто. Ну и за мной увязались кабаны. Ну конечно. Через всю локацию за мной пробежали. Я просто сейчас убегал от них и думал. Блин, как же плохо, что у меня нет дробовика. Лучше бы я дробовик купил. Ну и чё мне? От вас отстреливаться? Вы серьёзно? А, ужас. Просто почти в никуда сейчас потратил патроны. Кстати, система автозахвата цели мне сейчас очень пригодится. Потому что они там в темноте засели непонятно где. И я буду их улавливать. Блин, блин, блин. Давай вот за... Нет, за дерево не получится. Боже, назад, назад, назад. Я не знаю. Они там постоянно гранатами кидаются? Или они на минах подрываются? Что это за звуки? Давай на туда гранат закинем. Так, там плоть. Плоть меня не интересует. Гранату он опять собрался кидать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Очень сильно попали, пацаны. Невероятно попали. На. Получил. Ещё один. Готов. Всё. Вроде всех убил. Блин, это сейчас было очень опасно. Не знаю, кто это такие. Спецназ. Ага. Спецназ, значит. Понятненько. Гуляли они здесь с калашами. Но патроны на калаш я уже все продал. Хотя я не против подыскать патроны. Чисто, чтобы были. Чисто, чтобы на продажу. Чё у вас тут было? Ничего. Ладненько, чё. Пойдём уничтожать контролёра. Не знаю, как сейчас это буду делать. У меня в случае чего есть гранаты РГД. Подобрал только что с них. На, лови. Контролёр. Ой-ой-ой-ой. Больно. Вот это вот, кстати, не лутабельно, к сожалению. Так, ну чё, контролёрыч, давай я за ящик. А ты сыграешь в ящик, договорились? Только что-то я его не вижу. Далековато он, наверное. А, а, ты вообще здесь. Кек, ну здорово. Как тебя до этого не заметил? Готово. Да, вот такой вот стрёмный контролёр. Ужас. Возвращаемся назад. Всё, я убил этого монстра. Молодец, получай награду, давай. Шесть тысяч. Ещё работа есть? Да, есть последнее задание. Сложное. Надеюсь, хорошо заплатишь. Да, оплата достойная. Бери документы и вперёд. Давай. Эмм, кстати, я заражён. Необходимо остановить группу наёмников, которые движутся на нашу базу. Число бойцов в отряде неизвестно. Задание сложное, поэтому награда будет соответствующая. Понял. А чё за наёмники? Наемники здесь. Ну, на самом деле, не так уж далеко придётся бегать. Плюс, на открытой местности их можно спокойно перестрелять с винтореза. Либо же попробовать перестрелять с снайперской винтовки Сака. Как вы думаете? Может быть, и стоит попробовать. Зацените просто. Эм, блин, ладно, вы уже не зацените. Но давайте я вот сейчас разрежу ещё раз. И посмотрите внимательно на вот этот вот кругляшок. Какой он низкополигональный. Боже мой. Так, чё? Где вы там? Не вижу. Да, прицельные сетки, конечно, жесть. О, заспаунились. Нихера. Они слишком ли наглый спавн? Блин, ну с винтореза я их точно не перестреляю. Ой, нахер я запрыгнул. Я идиот. Верните меня назад. Я не хотел. Давай всё-таки со снайперки. Думаю, так будет поинтересней. По-моему, никого не убил. На. Минус. Так. Эй, блин. А чё они не ваншотятся? Чё это за снайперская винтовка такая херовая? Если наёмники не ваншотятся. Говно тогда получается. Лучше с винтореза. Нормально, он мне залепил, конечно. Чё-то тут очень сложно, на самом деле, стреляться. Или мне так кажется. Минус. Всё, вроде всех убил. Хотя, когда я убил ещё первого наёмника, мне засчитало задание. Это странно. Ну ладно, наёмников, я думаю, обязательно нужно обыскать. У них тут кальты, между прочим, которые стреляют моими патронами. И я не знаю, купит ли всё это дело торгаш, но можно попробовать сдать. Всё равно тут рядом, в принципе, идти, да? Поэтому, почему бы и не попробовать продать. И за мной, как всегда, увязались нахрен никому не нужные плоти и кабаны. Самые бесполезные мутанты. Боже, ну серьёзно, какого хера они агрятся через всю локацию? И бегут за тобой всю локацию? Мне вот это вот интересно. Ладно, оставим это дело сталкерам. Пусть сталкеры их стреляют, если, конечно, добегут, да, живым. Сталкеры, я вам... Ага, смотри, смотри, сразу, сразу назад. Ну и пошли вы. Да я чуть не подох там, предупредил бы, что их много будет. Я не знал, сколько их там, честно. Ладно, хватит болтовни, давай мне награду. 13 тысяч и SCAR. Ну, получается всё, больше квестов на этой локации у меня нет. И мне нужно текать на северное КПП, ибо говорили то, что там мне помогут перейти. Вот он SCAR, давай посмотрим на него. Вот так вот он выглядит странно. Звук такой. Так, ну тогда придётся, я не знаю, наверное, прицел куплю к SCAR и пойдём к медику за 500 рублей. Похилимся полностью, потому что у меня это радиация до канала, а тратить на неё антирад я не хочу, давай. Сейчас тогда напродаём наших стволов и попробуем найти прицел к нашему SCAR. Да, стволы он покупает, ну, 4 тысячи. Такое себе, давай патроны ещё лишние продадим. Вот патроны точно не стоило собирать, вообще неблагодарное дело. Какие-то жалкие 400 рублей, гранаты и то выгоднее будут. Так, какие... Ага, вот такие подходят ему прицельщики. Прицел АКОК 1920. Помните, что я в прошлой серии говорил? Вот тот же. Глушитель, я думаю, мы тут купим, а АКОК мы купим у товарища под мостом, в продаже было. Также, я думаю, мне не помешает в продажу какой-нибудь дробовичок, например, САЙГА за 6 тысяч. Довольно дешёвое тут всё, но я и не против, чё. Всё, теперь у нас есть оружие просто на все случаи жизни. Отлично. Так, давай, наверное, вместо винтореза САЙГА. Ну, звук обычный. И давай сходим к пацанчику под мостом, попросим у него АКОК. Он, по-моему, за тысячи продавал, если я не ошибаюсь. А может быть, ошибаюсь. Здорово, почём у тебя АКОК? 1800, а тот за 1900 продаёт. Ну, жаба, на 100 рублей меня решил надуть. Да, вот это, видите, какой я экономист. Сэкономил целых 100 рублей. Теперь у нас есть вот такой вот прицел и вот такая вот в целом пушечка. Ладно, идём на северное КПП. Итак, я пришёл до северного КПП, правда, я бухой купец, но так получилось. И с кем мне тут нужно поговорить? Тут есть вот такой вот перец, с которым нельзя говорить. Есть вот такой вот перец, с которым можно говорить. И есть вот такой вот перец, с которым тоже можно говорить. Ром, слышь ты, тебе чё, здесь на кордоне не нравится или чё? Не видишь, проход закрыт. А если закрыт, значит, выхода нет. Сечёшь? Да понял я тебя, понял. Зачем сразу так грубо? Я здесь просто новенький, мало чего знаю. А, новенький, значит? Да просто здесь каждый раз какой-нибудь сталкер да проходит. Не понимает, что прохода нет. Некоторым даже одного слова мало сказать, не доходит. Приходится щи разбивать. Надеюсь, ты меня понял хорошо. Понял, так как же мне дальше свой путь-то продолжить? Значит, слушай внимательно, ты мне даёшь одну бумажку с рисунком тысячи, а я тебе ставлю метку на один переход, который ведёт тебя на янтарь. По рукам? Что ж, у меня нет выбора, держи. Вот и хорошо, ступай своей дорогой. Да, и ещё, советую сначала хорошо закупиться снаряжением. Учёные не особо им богаты, а оно тебе там, ох, как понадобится. Обратной дороги на кордон я не знаю, поэтому будешь сам искать спасибо за предупреждение. Ты чё скажешь? Что-то не понял, проход закрыт, что ли? А чё тут непонятного? Да, закрыт, зона закрыта на карантин, проход недоступен. Всё, свободен, сталкер. И как же дальше пройти-то? Иди с командиром, говори, понял? Переход на янтарь у нас тут, на научную территорию. Погнали тогда. Ёб твою медь. Товарищ, я не понял, быкуем? А ты не быкуй. Я чё-то просто откинулся, вообще не видел чё на экране, просто иду себе спокойно. А тут бац, опа. Нормально меня встречают здесь. Ну а их, в свою очередь, встречает моя сайга. Минус два. И минус ещё два. Чё-то изи. Перехода обратного, кстати, нет. Давай провер... Не понял, не понял. Быкуйте, товарищ, не быкуйте. Так вот, чё я хотел сказать. Давайте проверим вот тут вот всё на наличии тайников. Вдруг тут что-то заныкано такое, знаете, неприметное. Хотя, нихрена тут нету. Ну ладно, надеюсь, вы подскажете мне какие-нибудь тайники на янтаре. Но я буду сам попутно искать. Вдруг у меня чё получится. Нихера, тут зомби с грозами ходят. Вот это прикол. Зомби зомбированный. Да, вот это имя у зомби. Неожиданно. Чё это вообще такое? А, это аук с таким звуком. Лол. Нет рук, бери аук. Поэтому зомби их и берут. Так, тут у нас охрана из Долговс. Что-то вы, Долговсы, плохо справляетесь со своими обязанностями. Вообще не расчищаете территорию. Потому что меня тут жёстко приняли, когда я пришёл на янтарь. Так, ну что ж, мы в бункере. О, чё ты обиделся, что ли? Развернулся такой. Так, вон там профессора. О, смотри, это Сахаров там, что ли? Он чё застыл-то? Ой, развернулся. Так, это у нас техник. Ну, техника, я бы не прочь подчиниться. Вот, ну и чё. Задание учёных. Задание учёных будем выполнять уже в следующей серии. А пока что, друзья, огромное... О, ещё один. Огромное спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. А также подписаться на мой канал. Нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылкам в описании. Там много всего интересного. В том числе и ссылка на скачание этого мода. Ссылка на мою группу ВКонтакте. И ссылка на плейлист с этим прохождением. Большое ещё раз спасибо всем. И пока-дова. Субтитры сделал DimaTorzok